Перерыва на обед здесь нет. Круглые сутки безработные стоят на проезжей части в надежде подработать. Берутся за все, что предложит клиент. Строят, копают, чистят канализацию. Это место люди называют точкой сбора. Кайрат Алтаев стоит на точке больше двух месяцев. В 2014-м закончил вуз, получил диплом юриста, успел жениться и обзавестись тремя детьми. А вот работу по специальности так и не нашел. Найти ее молодому специалисту без стажа непросто. Чтобы прокормить жену и детей, Кайрат вынужден подрабатывать разнорабочим. В основном его нанимают грузчиком. Об официальной бирже труда парень знает. Вот только ходить туда считает занятием бесполезным. Отмечаться в качестве безработного необходимо каждую неделю. Пособия минимальные. Больше на проезд уйдет. Грустно, отмечает Кайрат. А что я там буду делать? Здесь мы в день делаем 2000, а там никто из работодателей на биржу труда не пойдет. Аким Шемкента уверен в обратном. Градоначальник поручил ликвидировать биржу на Жан-Сугурово, а всех безработных поставить на учет и вести цивилизованное трудоустройство. Габидулла Абдрахимов предложил установить по городу большие указатели или билборды. На них крупными буквами должна размещаться информация о том, куда следует обращаться безработным. Поставьте там указатели, дайте информацию людям, чтобы шли на биржу труда. Там пусть стоят. Нужно работать. Зачем из простой улицы делать биржу труда? А поручая своим заместителям, решите это в короткие сроки. Аким Шемкента не оставил без внимания всем известный перекресток Таукихана-Байтурсынова в районе магазина «Гарант», где много лет идет бойкая торговля с сотовыми телефонами. Габидулла Абдрахимов поручил трудоустроить уличных торговцев в торговые центры, а территорию хаотичной продажи очистить. Неужели нельзя этих людей оттуда убрать в какой-нибудь торговый центр? Пусть предприниматели выдадут им помещение, пусть там продают телефоны. Впереди у школьников и студентов длинные каникулы. Каждый из них уже знает, где и как проведет свое лето. Но есть среди них и желающие этим летом подработать. Кто-то из них хочет заняться спортом и полезным делом. Специально для них в городе создан молодежный центр. Именно он должен помогать молодежи. Шудин Саидов, Талхат Абдинабиев, Константин Гавшев. Информационная служба телекомпании «ОтРАР». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова